В том числе на вас, потому что я на вашу помощь рассчитываю в распространении, на вашу помощь рассчитываю в том, чтобы делать эти вещи, позволять себе как-то существовать. И поэтому все на вас, и я никого не забуду, кто сейчас мне поможет зайти на данном моменте. И поэтому все, кто смотрит, все помогайте с ретвитами, с распространением, в социальных сетях, на ютубе. Пишите коммент, пишите отзывы, все они помогают продвижению. По поводу даты выхода EP, кто под видео заглядывал, четко сказал, будет летом, и скорее, точнее, точно. Это даже не в августе, это будет раньше, чем август. Это сейчас 100 Pro, раньше, чем август. Треков, больше трех, уже тоже сказал. Больше трех треков. И, ну, пока больше ничего не буду говорить. Я говорю, если будет рубрика «Освещаю», я все вам расскажу. С чем я столкнулся, что вообще, чем проверяет этот релиз. На данный момент могу сказать только то, что реально рассчитываю только на вашу поддержку. Салютую всем визионерам. Услышите, в чем суть. В чем суть такое, все такое злобное. Это кто-то скажет дерзкое, кто-то наглое. Это то, что я должен сказать на данном этапе. И поскольку на данный момент остается из поддержки совсем маленькие ряды, это значит что? Это значит, что все делаю правильно на данный момент. Из-за того, что сейчас кроме себя нет веры, я слетую всем визионерам, и просвещение был их мерой. Это все услышите вы на релизе. Мы вернемся чуть к греческой тематике. Все сделается, но это значит, что все делается правильно. И никого не забуду. Тех, кто был со мной сейчас, с самого начала. Следующий вопрос. Вопрос по тому... Скорее сейчас готовится мерч к новому релизу. Вот. С кинсуге мерчем мы закрываем, завершаем. Очень, очень все. Настоящую вообще теплощадь. И настолько, как вы меня поддержали с этим мерчем, с этой идеей, которую мы сами разрабатывали, все делали. И опять же, еще раз огромное спасибо. Мы переходим к новому этапу. Всю подоплеку, всю подноготную того, что это было, что это будет за звучание. Это вы узнаете на релизе. Обещаю. Я просто хочу сделать так, чтобы вы ни на одном треке не расслабились. Вы будете сидеть, блядь, и делать вот так. Не потому, что будете мне поддакивать и соглашаться, а потому, что я хочу, чтобы вас не отпустил вообще ни разу, ни флоу, ни ничего, ни битло. Все готовится, все круто, и это будет другое. Это то, в чем пока я на себя чувствую максимально комфортно. Келтер-скелтер, е. Следующий вопрос, который сегодня поднялся, сегодня возник. По фитам ничего пока не буду говорить. По фитам я очень придирчивый. Пока ничего, никакой информации. Трек-лист, в принципе, уже есть, но пока никакой информации. Пока только ожидайте ОМЕН, ОМЕН. Поэтому он уже говорил, как еще раз, на днях. И в момент того, как он откроется, будут ссылки на все стриминговые сервисы и площадки. И огромная просьба, поскольку я нихуя не даю никакой рекламы. Я ничего не рекламирую. Я не рекламирую ни на Ютьюбе, нигде. Я ничего не рекламирую в Инстаграм, в профилях. Мне это нахуй не надо. Я хочу быть честным человеком. Я не рекламирую продукт, который мне не нравится. Который мне не соответствует моей идеологии. С которым у меня нет ничего общего. Поэтому только зарабатываю деньги на том, что делаю честно и сам. И это помогает сделать мне вы. Мерч, продажи, концерты. Эти вещи, за счет которых я могу продолжать творить. И это даете мне вы. Никакой хуйней левой я не занимаюсь, не рекламирую ничего. За два года там, сколько канал, я не сделал ни одной ебаной рекламы. Хотя предлагали мне кучу всего. Мне не нужно, бля. Это мой имидж. Это то, что я хочу видеть себе. Я не хочу поддаваться левым предложениям. Я не хочу и за денег, бля. Заниматься тем, что изменять самому себе. Это вообще никак не соответствует моим ценностям. И поэтому только на вашу поддержку рассчитываю. В этих вопросах. На данный момент уже стопудово после того, сколько хлебнул я с тем, что я делал этот видос. Я понимаю, что мы в очень узком кругу. Keep my circle small. Вы услышите на треке Omen. Keep my circle small. Мой круг людей, близких, очень узок. И так будет. Это то, к чему я сейчас пришел спустя того, что я хлебнул за все многое время, когда я так делал. И чего я еще хлебнул, я сейчас вам расскажу. Это... Я думал, что эта тема уже закрыта. Тема уже закрыта. Но появляются люди, которые занимаются этой хуйней. Те люди, которые пытаются мою честность уничтожить. Честность мою уничтожить. Чего я не позволю сделать. То есть, можно там говорить о многих моих чертах, но, блядь, не надо гнать на мою честность. Потому что я в жизни ничего не брал, блядь, не воровал, никого не грабил. И хуйней мошеннической в жизни не занимался. Я зарабатываю честную копейку, которую в нашей стране довольно сложно делать. Сложно стать успешным и хотя бы выйти на большой, средний уровень заработка, блядь, честным трудом. Все честные люди в России, они либо бедные, либо уже не в России. И это, блядь, об этом будет очень четко сказано на треке. И будет трек, который будет полностью всю эту тему, что я думаю об этом, будет рассказывать. Я выскажусь на эту тему, и я не знаю, какие последствия будут иметь этот, но этот трек вы услышите на релизе, на стрелье Пи. И о чем я говорю по поводу честности, это когда, блядь, рэпер Шок сегодня выкладывает переписку с какой-то крысой, которая говорит о том, что я, блядь, зарабатываю сворованным материалом чужие бабки. О чем речь идет? Речь о чем... вот, возьми ник на им честный. Знаю, что BumbleBizzy честный. Вообще огромный салют BumbleBizzy, но я честнее. Шутка. Такая лайтовая. В общем, речь о чем идет? Этот человек выкладывает ебаную переписку с людьми, которые говорят, что я че-то какие-то бабки там у кого-то взял. Из-за того, что трек про слушка является чужим треком. И на эту тему я высказывался полтора года назад. Я все рассказал, как это было. Я признался во всем. И сказал, как это произошло так. Но, походу, кто-то хочет на данный момент подрывать то, что я делаю и то, что мы с вами делаем. Потому что просто так это не возникает. И появляется пост о том, что я, якобы, про слушку украл и сейчас на ней зарабатываю. Я рассказываю. О чем речь? Речь о том, что кто смотрел проект «Освещают», и у меня был огромный пост. И какая ситуация с этим постом? Когда давно еще начинался и Людмейт, и его все материалы, очень много тогда было актуально искать, выявлять, деструктивить. То есть куча людей занимается такой хуйней, что она просто ищет, где что, кто у кого украл. И очень много было таких вещей, что вот там те воруют, а вот. И когда дошла очередь до меня, ведь у нас любят, блядь, покопаться, я не мог так отмалчиваться. Я сделал огромный пост. Он был на рипе. Этот пост был в комментарии на рипе. И проблема в том, что я сейчас... Он был огромный, он собрал там несколько сотен лайков. И как бы кто здесь смотрит, я вот призываю найти этот пост. Этот пост был до АВНВЭКИПИ, где мне предъявляли и за прослушку, и за прочие вещи. И я написал, что случилось и как так было. И он был в комментарии. То есть я не выдержал, я пришел в комментарии и написал огромную телеку. Там на 300 с чем-то там лайков, я помню, было до АВНВЭКИПИ еще. Я рассказываю, о чем был вопрос. Был вопрос в том, что якобы я не указал, что это ремиксы. Я рассказываю сейчас, в последний раз. Потому что я не могу это найти, пост вообще с телефона. А пост мне скинули ссылку. Я естественно, типа, я в негодовании. Потому что, блядь, все эти шокослушатели пришли ко мне в мой дом, блядь, мой паблик. И начали эту тему поднимать. Хотя все люди, которые со мной, они знали давно, что происходило. И я, к сожалению, по словам найти не могу. Это было полтора года назад. Я не помню даже сочетание слов, которые я там писал. Я не сделал скрин. Люди, которые со мной, вот я призываю, вы найдете на Рипе где-то в старом каком-то, то ли там была подборка треков, то ли мой новый трек. И я сделал там пост. И о чем речь? Когда я делал с вещами, ну это в 2014 год, это три года назад, я не выпускал треки год с чем-то, наверное. Это был нужнее всего, последний трек. Я ходил на Версус. Я ходил на Версус. Я выпускал нужнее всего, я не знал, что делать. И я рассказывал о том, как было тяжело. Последнее, что я участвовал, по-моему, в независимом бетле, где я делал треки под биты Дрейка. Был прав нахуй всех, начиная со дна, раскрывая тема, которая была на батле. И я просто называл песню, там был прав нахуй всех, Дрейк инструментал. Я не знал ничего типа о ремиксах и прочем. Это был батл. Мы брали западные биты и делали. Естественно, тогда не было своего продакшена. Это было просто... И это было последнее, что я делал во времена Меурицы и всего прочего. И потом был годовой перерыв или даже больше. И я рассказывал о том, что я болел, очень много лежал в больнице. И я рассказывал о том, когда просто наступило просветление. И когда я придумал, как это все случилось, как я вдохновился к Анне и прочим. Я не знал ничего о западной культуре. Я лежал в больнице с планшетом. Я купил три безлимита. Я выкачал три безлимита просто потому, что лежал вообще в изоляторе. И просто у меня был плачет. И я все это делал, все это перелопачивал, открыл для себя гениус и прочее. И я нашел трек, который был написан в качестве респекта Канни Уэсту. Чем я тогда тоже вдохновился. Я понял, что я хочу сделать так же. Я хочу высказаться на эту тему. Я сделал этот трек. И бит я попросил сделать своего кореша вью. Он сделал мне бит. Он просто взял сэмпл и перебил бит. Это ничего вообще сложного нет. И я выложил когда текст, я указал, ну вот типа это ремикс на вот такой-то трек. То есть я не указал это в посте, потому что я вообще не знал, что так надо делать. Я написал продакшн моего кореша. Окей. Но когда я выложил это с этим же треком текст, я сразу там внутри указал, что это ремикс на него. Что случилось с прослушкой? С прослушкой случилась такая ситуация, когда я также лежал в больничном. 2014 год, повторяю. Это три года назад. И я там, находясь, был вдохновленным сериалом «Прослушка». Вообще классика, бомба. И я наткнулся на трек, который выкладывает в своей подборке шоу, который говорит про прослушку телефона. То есть там ниггер, я не знаю, известный он или нет, читал о том, как он торгует, блядь, наркотой и просто не палится от копов. Его копы прослушивают, и он типа рассказывает, как он там торгует, скидывает дерьмо, там, убивает что-то, еще что-то. Я думаю, прикольно же, типа, прикольная тема, но есть сериал «Прослушка», я могу это написать, типа, со своей стороны. Я попросил Шторма сделать мне инструментал, как в прослушке. То есть я не брал чужой инструментал. Я попросил своего кореша сделать такой бит. И он месяц его делал, просто перебивал. И там даже слышно, что инструмент другой, просто он его перебивал. И он месяц делал, мы постоянно с переписки, есть проект этого всего, бита, он писал с нуля все инструменты. И мы месяц писались, вот мне тут не нравится нота, тут не нравится нота, тут не нравится нота. Это мой второй трек, о котором я вообще не знал, что происходит, типа, в индустрии, как это все надо делать. Я выкладываю трек под продакшен Шторма. Я не знал, что надо сделать продакшен Шторм, ремикс на кого-то. Я думаю, выложу, что это продакшен Шторма. Типа, это же не имеет связи, в принципе, с оригинальным треком Я сделал бит, ну, мы сделали похожий бит Мы, я сделал текст, припев придумал, где я не проговариваю слова Этого нет в оригинале, в оригинале одна строчка Одна строчка Я делаю четыре строчки, где прикольно, не проговариваю слова Блядь, я делаю какие-то отсылки Колину Фарроу, Стрингер Белла Опять же, сериал про слушках, потому что, типа, я кайфовался Я рассказываю о ситуации в каких-то рамках, в российских реалиях Где подхидывают, там, патроны, где за дерьмо можно, там, сесть и прочее То есть я рассказываю о таких простых вещах, ну, близких всем И, ну, как бы, находится этот оригинал трек, естественно И когда это начали уже мне нападать дико о том, что это все, типа, бай Хотя у меня имеется все и про, и с раскладкой инструментала И вообще ничего, не говори, начали говорить, что это перевод Блядь, перевод То есть у меня в тексте Агафья Лыкова Наверное, Нигарю читали про Агафью Лыкову, да? Пиздец, наверное У них это очень популярный человек, да? Бабка из сибирской глубинки Вообще нет ни одной, ни одной строки Только копы слушают телефон, что имеет общего И я, мать твою, был таким молодым, блядь, что я не знал За фристайл и рениксы, которые в последующем я уже начал делать И совершенно адекватно воспринимаю, что нужно делать, когда ты их релизишь И я сделал, блядь, огромный пост о том, что я признаю, я был неправ Я не прав в том, что я не указал Я не прав в том, что я взял и, хоть и восстановил, но скопировал чужую работу в плане инструментала И не указал, что это ни ремикс, ни фристайл Это моя ошибка, и я ее рассказал и признал И больше такого я в жизни не делал Выпускаю любой трек Я пишу, что, на что я ссылаюсь И ссылаюсь на какой оригинал и все прочее Я в этом честен Тогда я не знал, что так нужно делать И я не монетизировал этот трек Монетизация треков проступила два месяца назад Или сколько там То есть два года этот трек просто был в свободном доступе Я заплатил за сведения, заплатил за все Типа, заплатил за обложку То есть я все заплатил, просто свои деньги Сделал трек И так получилось Я написал огромный пост Я признал свою ошибку и сказал Найдите дальше, бля Найдите дальше, где я беру что-то и не указываю, и ворую Нихуя, нихуя Сейчас все осознав, вырослев, повзрослев, поняв ответственность свою Я исправился и делаю свой материал Я даже меньше слушаю музыки Потому что боюсь интуитивно, что, блядь, я что-то возьму И меня вот начнут съедать, блядь Начнут съедать Ебать, люди ничем не занимаются Кроме того, что доказывают, что яник, блядь, фара Все что-то там воруют Заебали, честно Заебали, то есть лучше создавайте что-то Вот это все Дальше что шок будет делать? Разоблачать ракомакофо, тапки, блядь, выискивать Но Это приводит к тому, что человек меня обменяет в мошенничество И, блядь, я вижу, что какой-то чувак скидывает ему сообщение В крысу, блядь Я в жизни не воровал, сука, и не стучал ни на кого, блядь Два правила, которые нельзя делать Воровать и стучать И человек, блядь, в крысу, нахуй Говорит что-то там о том, что я что-то ворую Хотя этот, блядь, пост полутора годовалой давности висел Его видели все, его распространяли все И когда появлялись ебаные эти паблики, которые опять выкладывали про эту прослушку Там появлялись люди, которые скидывали мой пост Даже, то есть его скринили И я подумал, что тема закрыта Нет, блядь, ничего себе В 2017 году появляется шок со своей, блядь, бандой, нахуй И в комментариях, в комментариях мне скинули этот пост Я вижу, чувак пишет Да он даже, блядь, Penny Baby, нахуй, украл Penny Baby, где вначале я говорю K-Camp Childish Remix Блядь, я голосом своим произношу, что это ремикс, блядь И меня, это ж какую аудиторию, блядь, воспитал шок, нахуй Что они, я уже, они настолько, блядь, глупые, что они не умеют читать То есть я уже не пишу ремикс Я говорю в треке, блядь, что это ремикс То есть они же читать не умеют Это как раньше Библию читали в церквях Люди были не образованы в средние века Библию читал проповедник, который умел читать А люди молитвы учили на слух, потому что они могли Не умели, неграмотные были Блядь, это же насколько получается Люди даже не слышат в треке В треке Я выложил лайф, написал везде, что это ремикс K-Camp Childish В треке говорю, блядь, и люди говорят Сука, это все тьма, которую я пытался рассеивать Эти, блядь, люди Кого же воспитывает, нахуй, этот человек Который, вообще, сейчас он уже снес этот пост Снес пост Я не знаю, может быть, ему скинули мой пост Я не знаю, откуда это он взял Но он, блядь, на своей странице Артиста, который некогда был большим человеком Собирал большие залы Сносит переписку с какой-то крысой Ебаной, блядь, стукачом Который пишет о том, что я что-то пишу Бабки чьи-то Причем не проверив никакие факты Это самый пиздец Это самый пиздец И сколько он меня оскорблял, блядь Дисил, нахуй, упоминал Я на эту хуйню не реагировал Мне насрать Типа, этот чувак, ну, не в себе Но, блядь, обвинять меня Честного человека, который, ёб ты, чужого рубля не взял Ни хуйни не прорекламировал Никого, блядь, не кинул Я заплатил за мерч, кинцуги, нахуй За три месяца штрафы на таможне, пошлину И я, блядь, это заплатил из своего кармана Не подняв ни на рубль цену Ни на рубль цену Это моя вина, что они там встали И я взял это из своих издержек Я, когда каждый год изменяется стоимость пересылки Я, блядь, мы до рубля рассчитываем, кому что везти Я не говорю, о, 400 рублей за пересылку Мы говорим точно, сколько пересылки Я не беру себе ни рубля Потому что я честный человек Я честный человек, мне нахуй не надо воровать И об этом я скажу на стерилье ПИ О таких людях, которые меня обвиняют в каком-то, блядь, мошенничестве И потом удаляют посты Это, блядь, стыд ебаный И, чтобы вы поняли, я ни разу не реагировал на это дерьмо Ну, я, может, там, подшучивал где-нибудь там на выступлении Каком-то с перископом Но, блядь, обвинять меня, типа В нечестности я охуел И для того, чтобы вы понимали, какой человек шок У меня есть одна замечательная история Когда вышел Urban Dictionary Game Он написал Блядь, рэперки, которые ничего не добились Педики Снимают всякие игры Когда вышел Urban Dictionary Game Я Хэви Эрнеста И Карма Все в крепких отношениях Были Вот в тот момент Все Четыре человека И Это странно, типа Йоу Ну Просто Типа Ну, мы угорали У этого видоса рейтинг 99% лайков Представляете? То есть людям это очень вперло Круто И чувак пишет Йоу Педики Что-то не получилось Педики играют Выграют И знаете, что происходит? В этот же день Чувачок от шока Его какой-то там помощник Который все разруливает Пишет Хэву Йоу, Хэв Не хочешь свести Голод Или что-то такое И Хэв-то Я лично это видел И Хэв говорит Ты че, блядь Пару часов назад Шок назвал меня педиком, блядь И ты просишь, чтобы он свел Свел ему релиз Типа Чего, блядь Пиздец И Хэв Пишет, конечно, нет И гениальный ответ от шока Блядь, ну это я не про тебя То есть это я про них Это я не про тебя Вообще, типа Приколись Я такой Пиздец, блядь Человек неадекватен Он, блядь, оскорбляет человека И через час просит его Там, через Свести релиз А когда понимает, что это он оскорбил его Он такой Блядь, дай-ка, чувак Я не про тебя Это лично видел Я выношу такую хуйню Я вообще не занимаюсь тем Что обсасываю какое-то дерьмо Какие-то личные терки Еще что-то Я делаю свое дело Мне вообще, типа, неинтересно Что там между людьми и прочим Если есть какой-то конфликт Я его рассудил бы лично И По крайней мере, может быть Если конфликт Артистов Я бы отсудил его в музыке Обсудил Или Высказался на эту тему Для этого мы делаем ему зло Я бы сделал это В музыке И после этого чувак пишет Йоу, ну это он Ну, типа, от шока Он не про тебя Это он про других И Блядь, ну типа, ты не отказывайся Чувак, это же такой хайп Свести релиз Ну, то есть Чувак в один день Оскорбляет человека Потом просит его свести И говорит Ну, ты многое потеряешь Йоу Если ты не сведешь И Да, спасибо И Это пиздец Типа И Я больше не высказываюсь На эту тему Я закрыл Ребят, эту тему С прослушкой Со всем прочим Я делаю свой материал Честно Я работаю над всем Почти сам Все придумываю сам Все делаю сам И Я хочу зарабатывать Честно Свои деньги Свои копейки И прочие вещи И Это то О чем мне стоило Высказаться Потому что Обвинять меня в нечестности Это, блядь, переход Всех границ И Я Сказал Кто найдет этот пост На рипе Тому вообще Огромный респект Закиньте мне его как-то Буду благодарен Надо его повторить Выложить И Сделаем Публикацию Чтобы Точно Уже Точно Уже Все расставить На свои места И Чего еще Хотел сказать Да В принципе Это все Я говорю Салютую всем людям Которые со мной Все которые Понимают Что я делаю Поддерживают Что я делаю Я Никого мне Нахуй не нужно Обсуждать Оскорблять И прочим Дерьмом Заниматься Я делаю свое дело Мне не нужно Копаться в каком-то Грязном белье И всем прочим Это вообще не мое Если У меня будет какой-то конфликт Неприязнь с кем-то Или Это подобные вещи Я могу сделать Могу сделать это В музле Я это сделаю Через Треки Никаких баттлов Ничего Артисты Разбираются В музле И Там Говорят о вещах Которые у них Накипели И наболели Так что Я надеюсь Меня услышали Те кто Меня Хотел услышать В дальнейшем Ждем Оумен Ждем 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 Стериль ЕП Некоторые подробности О нем Будут появляться Времени Треки Названия Фиты Продакшн Даты И прочие вещи Эту трансляцию По-любому Кто-то загрузит Сохранит Вот Не воруйте Не крысятничайте Потому что Это Самые Низкие Подлые Люди Так делают Никогда Я могу Разобраться В музле Я могу Затаить Месть И прочее Но я не буду Публично Крысятничать На кого-то Кто По сути Даже если Враг Но который Естественно Не начинает Какую-то Ложь Пропагандировать О мне Обо мне В остальном Наверное Это все Что я хотел сказать Сколько У нас Уже О У меня уже Как Затекло Полчаса Мы говорим Так что Вы стерильи Пит Человеки Мы все делаем Сами Все делаем С вами Я всех Запомню Никого Не забуду Салют Всем Своим Ребятам Найки Лизунов Волкэм Штану Салют За то Что разбирается Со всеми Цифровыми площадками Будем продавать Наш материал Покупайте Стримьте Мы только так Я смогу Делать свои вещи Потому что Воровать я повторяю Я не намерен И Распространять видос Еще пару дней Везде Где можно Постараемся Сейчас занимаемся Мерчем Посвященным EP Будет интересный дроп Я надеюсь И Осенью Ждите концерты Уже работаем Над этим Больше городов Много материала Летом Въебываем Больше На канале Увидеть Серьезные вещи И EP Я уже сказал Последнее Выйдет до августа Это То есть это В месяцах Начинающиеся На И Это уже Сто процентов Уже Никаких Простоев И там вы тоже Услышите Что больше Никаких Простоев Чуваки Так что Постараемся Доехать Я сказал Все Еще раз Всем благодарен За то Что Слышите Что я пытаюсь Донести Что я Несу Что я говорю Не даем Бываетесь к словам И всегда Хотите узнать От меня Первоисточника Что как На самом деле Как обстоят дела Чем Что есть Ответить На какие-то Претензии Которые Выссаны Из пальца И Опять же Keep your circle small Вы все В моем Кругу Салютую Всем визионерам Так что Трек Омэн Очень скоро И Стериль EP В месяц Под названием На И Также 22 июня Горилла Фест Я Обла Жак Энтони Бамблбизи Алфавит Мы выступаем И я скажу Что там Возможно Вы слушаете Что-то еще Со стериль EP Что-то я там Запрезентую Посмотрим Поэтому Еще раз Всем Прямо От сердца Салютую И Будьте честными Я лучше Убью Чем сворую Бич Спасибо